Здравствуйте! Давно мы с вами не пекли пирожков. 200 граммов теплого кефира, 25 граммов свежих дрожжей. Смешиваем с небольшим количеством сахара до полного растворения кусочков. Добавим около 4 столовых ложек муки через сито, мука из общего веса. Снова перемешаем и оставим на 20 минут при комнатной температуре. В отдельную миску разбиваем 2 яйца, добавим оставшийся сахар и 5 граммов соли. С помощью венчика взобьем пару-тройку минут. Когда пройдет 20 минут, опару перемешиваем. Вливаем яйца с сахаром и с солью. Перемешав, начнем подсыпать муку. Количество муки, я повторяюсь в каждом своем видео, может слегка отличаться, так как она имеет разную плотность. Да и в данном случае кефир может отличаться густотой и жирностью, что тоже влияет на готовое тесто. Когда же тесто становится сложнее мешать лопаткой, вливаем 50 граммов растопленного сливочного масла. И вот теперь можно тщательно вымесить тесто руками, слегка добавляя муку. Чтобы тесто не липло к рукам, но при этом оставалось мягким, мне понадобилось ровно 470 граммов муки. Это вес той, которую мы добавляли по пару. Кусочком сливочного масла слегка смазываем миску, помещая туда тесто. Также смазываем крышку для того, чтобы тесто меньше прилипало к ней. Убираем в тепло на 40-60 минут. 50 граммов любых орехов измельчаем с помощью блендера или обычным ножом. Добавляем 150 граммов творога, 60 граммов сметаны, густой желательно и по вкусу сахар. Все перемешиваем. Здесь важное замечание, если творог мягкий или влажный, то сметану добавляйте меньше, либо вовсе исключите и перемешивать исключительно вручную. Плоды абрикосов отделяем от косточки, и 150-200 граммов нарежем небольшими кубиками. Абрикосы добавляем в творог и перемешиваем. Начинка готова. Спустя 40 минут мое тесто уже выросло. Обминаем его в миске, а затем руками на слегка присыпанной мукой поверхности. Следом разделим на 12 одинаковых частей. По 70 граммов вышел кусочек, затем также слегка подсыпаем муку. Обминаем кусочки теста в шарики, складываем их на припыленную мукой поверхность. Кусочки теста накрываем, оставляем на 10 минут. И только теперь можно приступать к лепке. Обильно подсыпать муку не советую, скалка нам также не понадобится. Руками делаем не тонкую круглую лепешку. В центр столовая ложка начинки. Лепим пирожок. Здесь важно сохранять толщину теста, оно не должно быть тонким, а также важно не переборщить с начинкой, иначе творог в духовке при нагревании просто порвет края пирожков. Пирожки слепили, накрыли на 15 минут. Один желток и чайную ложку сметаны смешиваем. Благодаря сметане цвет получится насыщеннее. Аккуратно смазываем поверхность поднявшихся пирожков. Кстати, они должны располагаться на расстоянии друг от друга, так как при выпечке еще увеличится в объеме. Выпекаем пирожки в заранее разогретой духовке, температура 200 градусов, время 20-25 минут. Готово! Румяные, с ароматом домашней сдобы. Конечно, немного бы их остудить, но кто же устоит. Тесто нежное, начинка сочная, очень вкусно! Жду ваши комментарии, делитесь видео с друзьями. Пока!